Всем привет! В этом видео вы увидите распаковку товаров с Алиэкспресс. И хотелось бы перед началом сказать, что условия конкурса озвучим немного позже. Ну а здесь просто кондитерские мешки. Пару месяцев назад заказывал для родственников какие-то кондитерские насадки. Там был один конверт этот в комплекте. Ну вот пару комплектов еще заказали отдельно, потому что говорят, что они имеют свойство рваться. Так, следующих две посылки я открою одновременно. Мне, допустим, из Беларуси отправить кому-нибудь посылку будет стоить, ну, не менее двух-трех долларов в любую страну, потому что по Беларуси отправить посылку стоит самую маленькую, вот такие вот, допустим, лампочки, как вот здесь. Вот такую одну лампочку будет отправить стоит доллар. Китайцы же умудряются отправлять лампочки, купленные мной за 0,04 цента. Я, если честно, когда заказывал, я не верил, что в такие вещи могут дойти. Думал, что это просто накрутка, ну, магазина или что-нибудь в таком духе. Ну, хотя по факту это и есть накрутка рейтинга. Товар я получил, я по-любому поставлю им 5 звезд за такое. И здесь в этом пакете точно так же. Магазины были разные, насколько я помню, когда я покупал, лампочки приблизительно одинаковые. Они мне по факту не нужны. Заказал просто ради интереса. А здесь у нас автомобильная помпа. У меня есть один нерадивый дружбан, который периодически, когда ко мне приезжает, забывает ключи в машине, и потом приходится вызывать мастеров по открытию дверей. Имеет слегка твердый корпус, чтобы можно было вставить дверной проем. Ну, а это, так сказать, было впечатление из коробки. Ну, а теперь по факту. Выполнена эта сама приспособа достаточно качественно. Имеется отверстие, ну, или под темляк, или просто для подвешивания. При моей попытке вскрыть автомобиль, сразу скажу, у меня ничего не получилось. Потому что таких штуковин, как я понял, нужно две. Допустим, вы ее вставили в проем, накачали, и она у вас распирает только вот в этом месте. И никакую проволоку особо вы подсунуть ничего не можете. Вам надо вставить сюда какой-нибудь клинышек. Эту штуку, соответственно, подздуть и вытянуть. Или взять точно такую же вторую, вставить где-то рядом сбоку, тоже ее подкачать. И у вас получится вот здесь хорошее, отличное отверстие, с помощью которого вы сможете вскрыть автомобиль. Но зато, если вдруг у вас что-то завалилось под диван, эта штука вам однозначно поможет. Закинули ее в проем между полом и диваном, накачали, сантиметра 2-3 свободно выкачивает, и получается достаточный лаз для того, чтобы просунуть, не знаю, какую-нибудь там клюшку или что-нибудь в таком духе, чтобы вытянуть какую-нибудь мелочевку из-под дивана, которая потерялась. После того, как вы закончили работать с этой приспособой, вам надо стравить воздух. Здесь имеется клапан. Нажимаете на него, воздух уходит, если тем более имеется какое-то давление на саму подушку. Воздух стравливается достаточно быстро, и можете спокойно вытягивать. Я считаю, что это достаточно годный девайс, который однозначно пригодится вам дома или в гараже. Стоит не так дорого, ссылочка будет в описании. Здесь у нас, насколько я знаю, находится кепка. Одна из тех, что я заказывал с Алиэкспресса. Это уже, наверное, последняя ко мне доехала. Заказывал много разных. И здесь меня порадовала, вот, знаете, упаковка со старта. Лучше, чем в других. Возможно, с этой кепкой я угадал размер, так как заказывал для сына. Принт выбрал один из самых нейтральных, на мой взгляд, которые были на момент заказа. По качеству строчки прошиты все ровно. Ну, явных таких косяков я в данный момент не вижу. Какая-то голограммка сразу сайт продавца имеется. Принт сделан достаточно качественно. Никаких тоже ляпов, ничего не видно. И материал очень плотный, наподобие джинса. Ну, чуть позже попрошу сына, чтобы он померил. А так пока... Ну, да, однозначно, эта кепка... В этот раз я угадал, эта кепка детская. Она мне абсолютно не налазит на среднем размере. Еще одна посылочка. Имеется логотип, что здесь бьющийся товар. Вот такой пакетик чая. Еще один пакетик чая. Это уже два пакета. Так, и в этой посылке у нас находится вот такой чайник. Упаковано все было очень плотно. Целая куча различных пленок, пенопластов, перетяжек. Короче, китайцы постарались на славу, чтобы товар доехал в целости и сохранности. В комплект, в подарок, мне положили два пакетика какого-то чая, Оланг Ти и еще чего-то непонятное. Я обязательно попробую. Если вдруг кому-то интересно, спрашивайте. Я скажу, вкусный, невкусный. Хотя на вкус и цвет товарища нет. Поэтому, возможно, мое мнение для вас ничего не значит. По виду выполнен, как мне кажется, очень стильно, качественно и симпатично. Единственное, что когда заказывал, на картинке казался он немного больше по размеру. Этот напоминает такой какой-то кувшинчик для молока. Старый, если особенно убрать вот эту штуку. Ну, первое впечатление, я доволен покупкой. Крышечка сидит плотно. Она выполнена как-то с каким-то изгибом. Ничего не выпадает. Вот эта штука тоже имеет какие-то подпружиненные детальки. То есть, ее, когда вы поставили, она сидит и не выпадает. То есть, если вы будете наливать чай, ничто никуда не прольется. Короче, как я сказал, по первому впечатлению мне чайник нравится. Пользоваться буду однозначно. Если кому-то интересно узнать вкус этого чая, спрашивайте, постараюсь ответить. А сейчас про условия конкурса на 150 российских рублей. Обязательно поставить лайк, быть подписчиком моего канала и написать абсолютно любой комментарий. Розыгрыш приблизительно через 10 дней на моем втором канале и паблике ВК. Ссылки найдете в описании и шапке канала. А я с вами прощаюсь. Пока-пока.